День номер 2 День номер 2 Я там забил мячей 7 Василий Фролов был? Да, 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 вот, Василий Фролов Он меня заметил, он говорит, а не хочешь ли попробовать? Я говорю, да, с радостью Пришел на просмотр, он меня позвал, все, там 2-3 тренировки отренировался И тренер говорит, типа, давай забирай документы, будешь играть за нас Твой первый матч в родине был, по-моему, с трудовыми, да? Да, с трудовыми То есть тебя так быстро заявили? А, ты сыграл же 2 тура, да, по-моему? Да, с трудовыми и с приолитом, да Что тебя вроде не удивило? Когда ты пришел, и вот сколько ты получается, уже больше полгода, да? Почти год уже скоро будет Ну, там, сколько, месяцев 9 Что тебя вроде не удивило? Вот прям бросилось в глаза Или там потом уже начал знакомиться с процессом И такой, бам, ничего себе, здесь такое есть, а там этого нет Я всю жизнь играл за команды, 5 лет, то есть все, когда рассказывают, я играл за ЦСКА, за Спарта, за Фомотив Начало моей карьеры было 5 лет за команду Ферма А это что такое? Это где? Команда, играл за район 5 лет, команда Ферма И вот, играли там на район против, там, Краснозаводск, вот такие команды То есть, это даже не на область, это вообще район Это даже не область Потом меня уже заметили как раз, ну, команда основная города То есть, здесь города Сергеев Посад и команда Сергеев Посад То есть, Сергеев Посад, вот, меня пригласили, все спокойно То есть, это была как секция, ничего особенного А, как бы, Сергеев Посад и Москва, это вообще два разных уровня То есть, для меня здесь все было полностью в новинку Смотри, я сейчас заметил по тебе сразу же В отличие от других ребят, с кем я интервью беру или просто общаюсь, ты вообще камеры не боишься. Давай, к тому, как ты пришел к тому, что ты хочешь вести блог. Ты с отцом совместно не имеешь? Да. Вообще, какой смысл, какой характер, смысловую нагрузку несет ваш блог и сколько ты уже в этом деле? Ну, мы снимаем ролики уже, получается, по-моему, второй год. И мы с папой просто смотрели, но есть же там всякие разные фиферы, то есть там то и все. Папа видел то, что я смотрю, и ему стало интересно, а почему, допустим, нам бы не снять? То есть мы ездили на просмотре, по-моему, 8 лет мы ездили в ЦСКА, там было человек 20 на просмотре, 10 брали, 10 нет. Меня взяли, но мама сказала, что далеко ехать, это был еще класс второй. Он говорит, что второй класс, и все отдавать на футбол, ну, пока что не будем так делать, потому что мне 100 километров в одну сторону ездить. Вот, и мы с папой постоянно ездили на всякие просмотры, и он говорит, а почему бы нам это все как бы не заснять? Ютуб, в Ютубе такого мы посмотрели и нигде не нашли, такого серьезно как бы нет. Мы такие, давай попробуем, давай. Ну, сначала получалось как бы, ну, так себе, ну, первый опыт все-таки. А потом уже серьезно начал получаться, там какие-то просмотры, там подписчики, ну, там в комментариях что-то писали. Сейчас же бывает, хожу, то есть вот даже из родины, у нас парнях там из 5-го года есть, он говорит, только еще в родину пришел, меня уже узнал. То есть он говорит, там год я смотрю. То есть вот такие бывают случаи. Такой тебе вопрос. Ты в зимнем первенстве забивал локомотиву. Да. Соперник серьезный, что чувствовал в этот момент? Я нереально кайфанул, в том плане то, что, когда я ушел из своей команды, Сергей Посад, все говорили, ничего не получится, он никем не станет. Ну, это стандартная история. Тем более, то есть, а, всякие команды, ты искал локомотив, ну, все, то есть там сразу мне крест полный поставили. И когда я забил как раз к локомотиву, я понял то, что да, это то самое доказательство, то, что как бы во мне что-то есть, я могу. Как можешь свои сильные и слабые качества характеризовать? Меня раньше не брали в команду, потому что мне говорили, что у меня слабая техника. И мы с папой просто каждый день летом брали мяч и просто отрабатывали технику, 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 технику. И когда я приезжал на просмотр в Уор, мне говорили то, что очень силен технически. То есть, как бы работали и оказалось не зря. То есть технически я, ну, не скажу, что я там... Уступал кому-то. Да, то есть я кому-то уступал, но и не скажу, что там как-то очень сверх круто, то есть прям на хорошую, говорю, мне любил технику. У меня хорошие, в принципе, удары, там, пасы, ну, говорю, все более техническое. И вот в чем единственная ошибка, это бывает тактически. Да, вот тактически. Мне говорят то, что надо бежать, допустим, туда, я делаю туда. Ну, иногда такие вот бывают. Что для тебя сборы? Ты сейчас находишься на сборах. Во-первых, что ты делаешь в свободное время от тренировок? Ну, вижу, что читаешь. PlayStation у тебя тут лежит. С кем ты живешь? С Егором Бригадином. Это его PlayStation. А, тогда понятно. Что делаешь в свободное время и что для тебя сборы? Ну, сборы для меня это, во-первых, ну, я на тренировке езжу, ну, когда в школьное время два раза в неделю один раз на игру по выходным. И я редко как это бываю с командой, и для меня это, ну, как-то больше с кем-то подружиться, пообщаться. То есть, как бы, сыгранность тоже немаловажна в футболе. С коллективом нормальные отношения? Да, очень все классно, общаемся с ребятами. И, ну, очень хорошо проводят свободное время, как бы. Иногда, вот, говорю, книжку почитать, допустим, там, не знаю, картишки перекинутся, ну, обычное дело. Там можно в шахматы даже поиграть, вот, с луковыми шахматами, например. Вот. Красавцы, красавцы. Удивляете, честно говоря. Вот. Ну, с ребятами иногда по телефону общаюсь, там, созваниваемся, там, почему, как дела. Какая у тебя мечта? Стать футболистом. Вот все для Роди этого даю. Стать футболистом на каком уровне? Давай конкретный уровень. Потом лет через пять это видео. Конкретный? Бундеслига. Бундеслига. А в клубе болеешь? За Барусию. Вот прям хочу, вот, всем говорю, то, что буду играть в Германии. Ну, если ты мой инстаграм следишь, то ты знаешь, что я тоже за Барусию переживаю. Тогда мы в этом стоя похожи. Спасибо, Кирилл. Смотри, я смотрю тебе непривычно, так у тебя камеры в лицо, да? То есть там фотографии, я понимаю, что такого не было в Подольске, но нервные от себя. Я так сразу скажу, давай здесь постоим, я тебя долго не буду мучить. Во-первых, школа в Подольске очень хорошая, на мой взгляд, или ты приходишь присесть? Да, можно присесть. Давай. Очень хорошая школа, то есть были у нас несколько случаев, когда я записывал видео, и некоторых ребят потом ругали за то, что они нелестно отзывались о своих школах. Во-первых, как ты попал в Родину? Ну, зимой, во время того, как я был на сборах, получается, мне написали, что хотят видеть в Родину. Ну, тогда именно со мной не получилось перейти. И так потихонечку мы переписывались, переписывались, и все. В итоге сложилось, что я перешел в Родину. Что тебя здесь удивило? Ну, именно подготовка футболистов тут, мне кажется, более, более, как правильная. Ну, совершенственно? Ну, более, да, совершенственно. Ты смотрел по Спартаку о чем? Да, да, смотрел. На что обратил внимание, в первую очередь? Для себя, может быть? Многие футболисты там смотрят на количество точных передач. Или ты пока еще не все понял? Ну, я в общем смотрел. И так получилось, по-моему, у меня больше 7, да, на 77? Нет, какое у тебя 101 действие со Спартаку? А, да? Ты единственный, то есть в 4-х матчах за 100 вышел. У тебя 101 и Алан Серафимов. И Алан Серафимов 97. Рекорд школы знаешь, какое по количеству это? Нет. 185. Скоро потом. Кстати, ты тоже футболист из 2003 года. А как? Адам. А, серьезно? Да. В целом ты всем доволен, да? Да. Как тебе, что такое вообще сборы в твоем понятии? Сборы? Ну, в первую очередь это физическая подготовка, мне кажется, потому что на сборы едут именно за этим. Так, в принципе. А за тактикой? Тактика? Ну, тактику можно, в принципе, в любом время отработать. А вот именно физическую форму только на сборах потянуть. Четвертый день сборов, друзья. Некоторые футболисты мне не захотели в обед открывать двери. Это вполне нормальное явление, я считаю, они отдыхают, спят. Завтра уже первый спарринг будет. Команда 2002-го совместно с 2003-м годом рождения будет играть. О, ничего себе, что с полем сделали? Будет играть против команды ЛФК. Любительский футбол, но мужчинки и 3-й дивизион. Поэтому, опять же, проверить свои собственные силы. И за весь период сборов постараемся показать, рассказать, как они проходят. И, конечно же, максимально близко приблизиться к каждому футболисту, чтобы он рассказал, что он чувствует и что для него вообще такое, что такое вообще сборы для футболистов. Давай испанец рассказывай, как ты в родину попал. Мне написал Александр, написал, что... Ну, спросил меня, уехал ли я из Испании или нет. И пригласил меня сюда. Я думал, ну, переговорил с родителями и решили приехать сюда. А как ты в Испании оказался? Когда мне было 10 лет, я поехал на просмотр туда, в Испанию. И сколько ты там был? Три с половиной года я живу в Испании. Ты мне рассказывал, что ты с Хави вот этим, который в PSG сейчас перешел, ты с ним учился, да? Да, в одной школе мы с ним учились. Ты сильнее его? Ну, у нас разница в возрасте еще 2 года. Поэтому, надеюсь, что я буду играть какой-то даже лучше. Это правильный настрой. Что скажешь по поводу родины? Как тебе этот проект? Очень сильная команда. Вот я тренируюсь в 2004 году и очень сильная команда. Что тебя здесь удивило? То, что очень много ребят играли в очень сильных кубах. ЦСКА, Спартак, Академии. Вот у них удивило вот это. Еще что-то есть? Хабиб удивил один игрок. Вот он удивил меня. Когда мне показывали его игры. Очень восхитился его игрой. Что для тебя сборы? Это режим. Режим. Потому что я, когда вот был в Испании, у меня там не было режима. Я не мог никак переставиться, потому что жил без родителей. И как-то всегда хотел сюда что-нибудь такое. КФС, Макдональдс поесть. А тут сейчас, когда в Москве, буду жить с папой и привыкать уже к режиму. И тут на сборах также. В 7 утра подъем. Ты в Сале живешь, да? Да. Как он? Спокойный, тихий парень? Да. Играем в PlayStation. Ты сколько языков знаешь? Четыре. Скажи напоследок. Ты же по-испански знаешь или каталонский. И тот и тот. Скажи по-испански. Смотрите футбол и топите за Родину. Берем футбол и следим за Родину. Сергей, ну как сборы проходят? Адаптивно. Что такое сборы для вас? Для меня это тяжелая работа с утра до вечера. Вот, но приятная. Что вы делаете сейчас? Что это такое? Расскажите нашей аудитории. Для чего это? Улучшаем площадку для того, чтобы отработать взаимодействия групповые в средней зоне. Как ситуация с 2005 годом? Все в порядке? Команда готова к чемпионату? Команда готовится к чемпионату, ждем усиления. Вот. Но я думаю, что даже если мы не усилимся, все равно будет хорошо. Спасибо. В общем, самый первый блок, который я начинал снимать, это блок очки. Так, на сегодня это уже двадцатый подход. Посмотрите, вот что это сейчас вылилось. Прошу любить и жаловать. Итак, Виктор Михайлович, как вы попали в родину? На самолете прилетел. Александр Владимирович как-то позвонил еще довольно давно, может быть более чем полгода назад. Вот. Ну, как бы состоялся такое сначала беспредметный разговор, просто в общих чертах. Ну, и так постепенно общение переросло в то, что я уже здесь. Что вас удивило здесь, в футбольном клубе Родина? Ну, организация, думаю, вот это в большей степени. И стремление именно к организации, созданию профессионального подхода к тренировочному процессу и развитию игроков. Вы работали в Академии Краснодара. Расскажите нам, как работает одна из лучших академий страны. Работает как везде, есть тренерские штабы, также работает селекция, тренировки проходят регламентированно, то есть нет никакой самовольщины, то есть довольно дисциплинированно и довольно качественно все в этом плане устроено. На чем вы акцентируете внимание в тренировочном процессе? Качество. Для меня это в первую очередь. Качество техники, так как, ну, для меня это очень важно. Качественный техничный футболист умный, вот это для меня, скорее всего, в первую очередь. Нас смотрят футболисты в том числе. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать футболист, который хочет заиграть в профессиональный футбол? Ну, эти качества, я думаю, они для всех известны. Это скорость работы с мячом, скорость перемещения без мяча, скорость мышления. Это три основных фактора, которые должны присутствовать. Вы уже у нас пять дней, если не ошибаюсь? Да, пять дней. Какие конкурентные преимущества есть у Школы Родина перед другими школами, на ваш взгляд? Коллектив. То есть, на позитиве все? Абсолютно. То есть, это везде, везде, я думаю, что самое важное – это команда, командная работа. Как говорится, один в поле не воет. Поэтому, чем сильнее и сплоченнее коллектив, будь то команда игроков, или команда тренерский штаб, или команда бизнесменов каких-то, я думаю, тем лучше и будут дела. Дамы и господа, просим любить и жаловать Андрей Державин, новобранец нашей команды. Ну, я начал заниматься футболом в шести лет, прошел много школ, начиная от «Динамо», заканчивая «Локомотивом». Ну, большую жизнь, конечно, я провел в «Торпедо», поэтому очень рад и обязан этому клубу. При переходе из «Торпедо» с негативом не встретился? Да, конечно, есть нотка жалости, потому что, во-первых, осталось совсем чуть-чуть до окончания школы, во-вторых, семь лет провел в этом клубе, там все ребята как родные, тренера очень хорошие, тоже как родные отцы стали мне. Но вот такое бывает, это был, да, тяжелый выбор для меня, но вот я решил, раз выпал такой шанс, рискнуть, вот, попробовать себя в чем-то новом. Видел ли ты нашу команду ПФЛ и как считаешь, сможешь дорасти до нее? Да, видел, когда вот мне только позвонили и предложили встретиться об обсуждении о переходе, я поинтересовался, начал следить за командой ПФЛ, в принципе, смотрел матч с «Казанкой», мне очень понравился уровень команды, они выглядели, в принципе, наравне. Да, проиграли, но по игре я смотрел, голы очень комбинационный футбол показали, голы очень хорошие были. Кто уделялся? Вот, я посмотрел Сандрик, неплохой футболист, ну и Мага. Мага? Мага Хаба? Хаба, да. Кстати, у вас на торпедо его и назвали Маган. Маган? Ну, смотри, напоследок тебе такой вопрос, какие у тебя интересы есть помимо футбола? Назови хотя бы четыре. Ну, музыкой увлекаюсь. Кого слушаешь? Ну, разных исполнителями, и американских, и русских, в принципе, всех слушаю, всех знаю. То есть ты можешь сочетать и Филиппа Киркорова, да? Да, Филипп Киркорова. Цвет на стороне чёрный, песня у неё такая. И Дрейка, может, если ты говоришь? Дрейка, да. Ну, и классическую музыку тоже люблю, так как я окончил музыкальную школу на красный диплом. Теннисом увлекаюсь, волейболом увлекаюсь, в принципе, очень увлекаюсь спортом, всё-таки я спортивный человек. Книги читаю, в школе хорошо учусь, с девчонками гуляю. Это правильно, какую последнюю книжку прочитал? Сейчас читаю рассказы Джек Лондона. Но последнюю книгу прочитал граф Монте-Кристо, Александр Дюма. Вот такой у нас футболист-интеллектуал. Андрюх, добро пожаловать. Спасибо. Тебе спасибо. Что такое сборы, прежде всего, для вас? Прежде всего, для меня это сплочение коллектива. Это атмосфера клуба. Это выбить дурь из тех людей, у кого она есть, и те, кто портит атмосферу. А в каждом коллективе будут такие люди, будут недовольны, будут, скажем так, подсиживать своих конкурентов. Я помню по сборной. Было, когда мы играли со сборной. Как раз за Болотного мы травмировали. И игрок, который вышел на замену, а тогда они были совсем молодыми, поблагодарил игрока, который его травмировал и сказал, «Ну, теперь-то я поеду в стартовом составе». Бывают такие моменты. Но было очень много бесед проведено с футболистами 2-3 года, поскольку это наш такой оплот. Сейчас на базе этой команды будет делаться молодежка. Буквально за какой-то короткий промежуток времени мы всех наладили. Недовольных нету. Соответственно, все работают на пределе возможностей. Не надо никого подгонять. И вот как раз после Италии я увидел профессионализм итальянцев. Мне сразу же захотелось работать только с профессионалами. Поэтому для меня сборы – это сплочение. Это прежде всего. Ну и, естественно, наигранные комбинации и улучшение технического и тактического мастерства, поскольку здесь много времени мы тратим на такие нюансы, которые проговариваются и после тренировки, и до тренировки, что мы не можем сделать в обычном режиме, когда дети учатся.